Мы будем экспериментировать с пушками, которые можно построить из подручных, ну или почти подручных средств. Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия, тайны проживого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это наука 2.0. Субтитры делал DimaTorzok Вот, вот теперь хорошо пошло. Все, отлично, научились правильно стрелять. Так, ну, слушай, фанеру, тем не менее, мы пробить не можем. А, ну вот она, да? Нет, это здесь. Ну, слушай, ну, по крайней мере, это неплохой способ делать пюре. Да. Слушай, а если мы охладим картофель, и он станет сам по себе тверже? Ну да. Можно попробовать. Тогда что-то получится. Да, но для этого нам понадобится жидкий азот. Ну, у вас же есть. Конечно. Температура жидкого азота у нас? Минус 196 градусов по Цельсию. А ничего, что ты варежки принес, а им не пользуешься? Ну, это термомиска, я пока могу без них. Какое-то время она будет безопасна, эта миска. Вот она уже начинает промерзать, видишь, становится твердой. Но пока еще не до конца, она начинает снаружи, вовнутрь замерзать. Поэтому надо еще немножко дать померзнуть ей. Да, смотри. Да, стало шире. Вода внутренняя замерзла, расширилась. Так, ну что? Ну что, надеюсь, все будут живы. Готов? Да. Огонь. Другое дело. В фанеру-то я попал. Да. Ну, звук, конечно, намного страшнее. И все-таки фанеру мы сломали. То есть, если картошку морозить, то... Картофельная пушка превращается уже в достаточно серьезное рыжие. Да, да. Слушай, а можем ли мы использовать не освежитель воздуха в качестве метательного заряда, а сам азот? Он же достаточно хорошо расширяется, я так понимаю. Да, можем. Это можно попробовать. Если мы используем азот в качестве метательного заряда, то наша задача сделать так, чтобы его расширение произошло как можно более резким. Ну да. Чтобы он дал большой объем. Ну, а сейчас мы посмотрим, как ведет себя бутылка, если в ней закрыть чуть-чуть жидкого азота. Бутылка превращается в настоящую бомбу. Поскольку азот, когда становится газообразным, расширяется в 700 раз, и бутылка не сможет выдержать такого давления внутри себя, и рано или поздно взорвется. Ну, это вообще безопасное расстояние, где мы сейчас стоим? Да, вполне безопасное. То есть ее порвет на ошметке, но на таком же расстоянии уже они не так быстро будут на нашу сторону лететь. Даже если упадут, то они так шлепнут по нам и отвалятся. Ну, тебе это хорошо, это в очках. Надо было тебе тоже дать. Мне кажется, или она прям как вот надувается в верхней части? Мне кажется, я проиграл в спорт. Это было хорошо. Ну, это было круто, да. Ну, и вот мы подошли к самому вечному эксперименту и самому опасному за сегодня. Мы сейчас попытаемся выстрелить с помощью бутылочки. Вы видели, как она взрывается. Так, ты готовишь бутылку. Поскольку мы знаем, как себя поведет бутылка, но не знаем, как поведет себя наша пушка, то мы сейчас ее зарядим и убежим подальше. Так. Прицел 20, трубка 15. Уходим. Вот они и пошли. Тонительные минуты ожидания. Кажется, ее разорвало. Осталось там, да? Картошка на месте. Картошка на месте разорвало именно. Да. Вот такая вот разрушительная сила этот жидкий азот. Макс, спасибо. Теперь мы знаем, что пушки из подручных средств не надо делать на жидком азоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok